Сегодня 18 октября. На градуснике плюс 22. Мы решили не упускать такой погожий денек и прогуляться по небольшому отрезку Севастопольской тропы до Бочки Смерти. Вряд ли мы сегодня дойдем дальше. Но если честно, то на кораблике ездили. Я ходила пешком до Инжира. Бочку Смерти только снизу видела. Что она там наверху. Вот сейчас пойдем по этой дороге. Дальше не решились ехать на машине. Пойдем прогуляемся. Справа открывается вид на средневековую крепость Чимбала на вершине горы Крепостная или Кострон, высота которой 192 метра над уровнем моря. Подняться на крепость можно еще и со стороны набережной Назукино в Балаклаве. Прямо по горе вдоль сохранившихся башен это наиболее экстремальный путь, но зато и самый живописный. Или же по лестнице и более пологой дороге. Крепость Чимбала была построена в 14 веке генуэзцами для охраны входа в Балаклавскую бухту. Очень извилистую и узкую. Почти незаметную с моря, но достаточно глубокую, в которой практически не бывает сильных штормов. Крепость Чимбала представляла собой комплекс из восьми сооружений, объединенных в одноименный форт. Название Чимбала на языке древних тавров, коренного населения Крымского полуострова, обозначает гавань с узким входом, а по-гречески сигнальная гавань. До бочки смерти идти полтора километра по вот такой живописной дороге. Пока мы видим в сторону Балаклавы, а вот с той стороны у нас море. Такие шикарные деревья засохшие. Дорога, по которой мы идем, является частью Большой Севастопольской тропы, или тропы здоровья, как ее еще называют, общая протяженность которой 217 километров. Мы пытаемся пройти к бочке смерти, вот ее там уже видно впереди. Но так как мы идем первый раз, мы точно не знаем, по каким тропинкам уже сделали крюк. Ходить полезно. Ну а мы направляемся на гору Спилия, или Аскети, отшельник в переводе с греческого. Высота горы 362 метра над уровнем моря. По легенде, в природном гроте под навесом этой горы когда-то жил странник Аскет. Благодаря ему гора и получила свое название. На вершину можно подняться. Возможно на уазике, либо на квадроцикле. Но думаю тут и на специальных мотиках тоже гоняют. С вершины горы хорошо просматриваются окрестности и море. Вдалеке справа виден мыс Айя. Именно за ним находится бухта Ласпи и начинается южный берег Крыма. Внизу можно увидеть пляж Серебряный или Ближний. Здесь любят бывать жители Балаклавы. На пляж можно приплыть на катере или прийти по живописной дороге вдоль моря. Сегодня 22 октября, но люди загорают и купаются. Дальше вдоль побережья еще много интересных пляжей. Золотой инжир, затерянный мир. Вся эта территория ландшафтный заказник республиканского значения. Вот там внизу раскинулась Балаклава. Небольшой уютный городок, расположенный на берегах живописной Черноморской бухты. В недавней истории это был закрытый город из-за секретной базы подводных лодок. И даже севастопольцы могли попасть туда только по пропуску. Сейчас же это один из районов города Севастополь. Официальная история поселения на берегах этой укромной бухты, которая теперь называется Балаклавой, насчитывает более 2500 лет. В V веке н.э. появилось упоминание рыбацкой деревни, где базировались пираты. Однако считается, что эта местность упоминается еще и в Одиссеи и Гомера, как земля, где живут дикие племена кровожадных великанов-людоедов, лестригонов, так Гомер назвал тавров, населяющих Гераклейский полуостров. Сегодняшнее имя города – это обрусевшая турецкая балык-юва, что означает «рыбье гнездо». Красивая бухта до сих пор кишит рыбой, и киски это знают. В наше время Балаклава – это живописное место, напоминающее итальянскую ривьеру, привлекает туристов своей историей виноградниками известного винзавода «Золотая балка», музеем подводных лодок в скале Таврос, заповедной природой и морскими прогулками, на которых велика вероятность встретить дельфинов. А вот и цель нашей сегодняшней прогулки. Это зловещее сооружение – бочка смерти. Бочкой его назвали из-за схожести конструкции. Полусфера, похожая на разрезанную пополам бочку, сделана из очень толстой бронебольной листовой стали, которая надежно закреплена к скале железобетонными стенами, ведущими к другим сооружениям Южного форта. Ну а я решила прогуляться по краю стены, посмотреть вниз с высоты. Конечно, для этого нужна удобная обувь и отсутствие боязни высоты. Высота бочки смерти – 2 метра, а диаметр – 1,8 метра. Можно хорошо разглядеть следы от пуль и осколков на железобетонных стенах бочки. А вот пол внутри довольно-таки сильно проживел и кажется опасным, чтобы вставать туда тяжелому человеку. Виды открываются шикарные, вся бухта и склон горы просматривается просто отлично. В стенах и в полу оборудованы отверстия для установки артиллерийских дальномеров. По сути, это пункт корректировки ударов по кораблям противника, который нависает над пропастью. Появилась здесь бочка смерти в Первую мировую войну. Говорят, что таких конструкций было две, но до наших дней сохранилась только одна. А бочкой смерти ее назвали, потому что есть версия, что здесь белогвардейцы расстреливали красноармейцев и скидывали в пропасть. А в Великую Отечественную войну то же самое фашисты делали с советскими солдатами. Но эта версия не подтверждена официально, потому что человеческих останков на склоне горы не найдено. Здесь мы обнаружили вот такую вот памятную стену форта Южный. Вечная память защитникам Южного форта. Я так понимаю, туда можно зайти? Не закрыт, да, вход? Ну что, посмотрим, что там внутри. Я, если честно, люблю всяческие заброшки. Каждый раз немного жутковато. Вот это вот такое укрепление. Там, по-моему, оно дальше еще продолжается. Но я не пойду так далеко. Да, следы войны, очевидно. Это все следы от пуль, от выстрелов. Здесь были ожесточенные бои. Строительство форта Южный началось в 1854 году, во время Крымской войны. Захватившие на время Балаклаву и Инкерман англо-французские войска соорудили на вершине горы Аскити первые земляные укрепления. Ближе к началу Первой мировой войны инженер Полянский продолжил строительство Южного форта. Строились бетонные укрепления, вентиляция, было даже проведено электричество, но полностью форт Южный так никогда и не был достроен. В Великую Отечественную в форте прочно закрепились немцы. Одно время там содержались пленные советские солдаты. Форт Южный – это бетонные казематы, орудийные площадки, система рвов глубиной 2-3 метра. Через каждые 8-10 метров устроены бетонные лестницы, а через каждые 30 метров сооружены ниши. На один из таких дозорных балкончиках на оборонительной стене я решила забраться. Он достаточно труднодоступный, но вид здесь, конечно, открывается впечатляющий. Ну, еще здесь высоко и ветрено. Очень печально, что так много крови было пролито в этом величественно красивом месте. А еще здесь есть вот такие бетонные столбы, на самом большом из которых написано «Центр Вселенной». Но сейчас это плохо видно. Рядом установили крест. Возможно, это говорит о том, что когда-то здесь построят храм памяти всех погибших здесь воинов. Ну, а жизнь продолжается. И вот уже какой-то отчаянный дельтапланирист парит над окрестностями балаклавы и любуется красотами. Ну, а наша сегодняшняя прогулка подошла к концу. Балаклава не перестает меня удивлять. Столько всего нового и неизвестного мне еще. Обратно мы решили пойти немного другой тропинкой и обнаружили вот такое место для пикника.